Мультфильмы и аниме Точно не рекомендовал к просмотру Да и вообще мало кто сможет их досмотреть до конца Если вы сможете, то обязательно напишите об этом в комментариях Вы знаете, в этой истории смотришь что хочешь, что и случается Подписывайтесь и ставьте лайки, ведь это помогает в продвижении канала Обязательно досматривайте видео до конца В конце будут ваши лучшие комментарии Также не забывайте и про другие мои соц. сети Ну а мы начинаем Ух ты, говорящая рыба Каждое творение киностудии Арменфильм Культурный памятник абсурду Сделанный так качественно, что совершенно не замечаешь Своего собственного духовного роста Очень интересно, что при этом происходит в голове создателя таких мультфильмов Чего стоит один только образ большого ээха На хромой блохе с того берега моря Который зайцу не перелететь, орлу не перебежать Хоть море не море, а так лужа посреди города Где тень от блохи на зайца упала Следующий в списке Кубик Рубик Сборник абсолютно безумных короткометражек Только же прекрасных по содержанию, сколько и по рисовке Заяц с хвостиком пупочкой, который ищет сам себя И двое виртуозных друзей, дающих незабываемое представление Спорим, вы их помните, даже если видели всего раз И было вам тогда совсем немного лет Зеренький Нет, не видел Падал прошлогодний снег Этот мультфильм может вполне стать основой для написания ни одной диссертации по психотерапии Хотя потому, что рассказчик, судя по тому, что он видит, страдает шизофренией Отягощенной синдромом рассеянного внимания, причем в запущенной стадии Он постоянно теряет нить повествования, забывает на чем останавливался И перескакивает с одной сюжетной линии на другую Зритель вместе с главным героем погружается в полный абсурд Особенно в очень сумбурном начале Но с другой стороны, это ведь так увлекательно Медвежуть, этот мультфильм про сны медведя, которому мешает спать комар Не понимая, что смысла в этом мультфильме нет, вы до последнего пытаетесь вникнуться в сюжет И иногда вам даже кажется, что вы начинаете его понимать Но потом оказывается, что вы опять ничего не понимаете Хотя в нем и есть немного философских и психологических аспектов человеческой жизни И даже каждый из трех снов медведя целостен Но от этого понимание происходящего на экране больше не становится Арт-хаус, он такой арт-хаус Это два мультфильма Фру 89 жертва и Фру 89 слева направо Показывает кошмарный мир сюрреализма в видения голодного щенка И оба мультфильма посвящены фрустрации, состоянию человека, которое возникает из-за неудовлетворения своих потребностей Мультфильм неоднократно фигурировал в списках самых пугающих и психоделических советских мультфильмов Чего только стоят сюрреалистические существа из видений щенка Эгоизм и жестокая конкуренция, да еще под давящей музыкой, будто наполненной страхами и болью Многое в мультфильме объясняет один интересный факт Если многие мультфильмы просто похожи на зарисовки пациентов в психиатрической больнице То здесь это истинная правда Все существа, которые показаны в мультфильме, придуманы психически больными людьми Король свиней Неожиданный ужасный акт насилия сводит двух мужчин Которые впоследствии вспоминают свои школьные годы Во время этого общения вскрываются шокирующие воспоминания, связанные с травлей и детскими травмами Тема травли была сложна для любого режиссера, но картина создана в противоположность тому, что можно ожидать от западного кинематографа Она перекликается с повелителем мух, так же как и книгой изучают склонность детей к жестокости Но все это оформлено как нетрадиционная аниме-история в стиле панк И смотреть картину очень сложно Медведь-липовая нога Еще один из анимационных экспериментов в 90-х Некоторые называют его зоо-триллер Наверное, он это самое и есть Живет себе спокойно рядом с лесом семья Дед, бабка и младенец Но вот заваливается к ним медведь, который решил уйти от зверей к людям И у них сразу же возникает конфликт сторон В котором медведь лишается своей лапы А позже возвращается, чтобы отомстить за утраченную конечность Его жена курица Мультфильм явно неоднозначный на любителя И подойдет по вкусу далеко не каждому И поймет его каждый по-своему Потому что состоит он из множества образов, метафор и аллегорий Которые все прочтут по-разному На экране происходит откровенный сюрреализм Явно читается в 18 плюс подтекст На одном из сайтов есть вот такое профессиональное мнение об этом мультфильме Очень высоко ценится в профессиональной среде аниматоров Как выдающийся образец шизофреническо-сюрреалистической анимации Наполненный под завязку психологической символикой Эрго Прокси Это фантастическое произведение, которое исследует суть человечества и способы его выживания Сюжет разворачивается в антиутопии будущего Не похожий на ту, что мы уже видели бесчисленное количество раз в других произведениях Сложную сюжетную линию сопровождает мрачная атмосфера и потрясающая музыка Сериал наполнен яркой религиозной символикой и фантастическим сюжетом Эрго Прокси Это произведение, которое передает свои философские послания зрителям по-настоящему уникальным способом Технолайз Это сериал, который рассматривает нигилистическое желание нашего общества Сюжет разворачивается в апокалиптическом мире, где человеческая эволюция остановилась А у цивилизации заканчиваются необходимые для выживания ресурсы Это очень сложное произведение Сериал не разжевывает зрителям каждую деталь сюжета И он оставит вас в недоумении Если вы, конечно, не приложите усилий, чтобы внимательно следить за ним Ну а на сегодня это, наверное, все Напишите, какой из мультфильмов вас впечатлил больше Может, вы что-то смотрели из этого списка Также укажите в комментариях, хотите ли вы вторую часть Ну а с вами, как всегда, Влан Топ А вот и ваши комментарии Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok